Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Пламин Димитров, член Болгарского геополитического сообщества. Здравствуйте, господин Димитров. Здравствуйте. Ну что, друзья, я напоминаю вам о том, что вы можете подписаться на канал, прокомментировать, вы можете финансово поддерживать развитие канала. Буду вам предельно признателен, это очень важный, так сказать, ваш вклад в развитие данного проекта. Ну что же, господин Димитров, давайте мы обсудим так несколько тем вкратце. Первая тема – это, конечно, сегодня вышла статья аккуратно перед нашим эфиром господина Расмуссона. Господина Расмуссона. И сейчас, извините, одну секундочку. Сейчас что-то не то. Так, вот так. Давайте заново начнем. Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Дельеор Палайна. У меня в гостях известный политолог из Болгарии Пламин Димитров, член Болгарского геополитического общества. Здравствуйте, господин Димитров. Здравствуйте, Михаил. Ну что же, друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Вы также можете финансово поддерживать развитие этого проекта. Буду вам предельно признательно. Ну что же, мы на протяжении нескольких месяцев говорим о возможном мирном соглашении, которое Россия и Украина могут достигнуть по результатам этой войны, по результатам российской агрессии против Украины. Но это позиция Запада, а позиция Украины заключается в том, что никакого мира с агрессором, поскольку этот мир будет временный, мир перед новой войной, о чем говорит постоянно президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Также говорит о необходимости восстановления территории до границ 1991 года. Вот сегодня появилась Татья Расмуссона, в прошлом премьер-министра Дании и генсека НАТО с 2009 по 2014 год, и Андрей Борисович Ермак, руководитель Офиса президента, где вот в частности как раз и этот тезис развивается. И, конечно, и Андрей Борисович Ермак, Расмуссона говорят о необходимости, скажем так, вступления Украины в НАТО. Ни в коем случае нельзя оставлять Украину как некую серую зону между НАТО и Россией. Но вот мы постоянно говорим, знаете, как о расширении НАТО, возможности вступления Украины в НАТО. Но это вот дальше риторики никуда не идет. Видите ли вы перспективы вообще вступления Украины в НАТО, либо мы идем все по, так сказать, ложной дорожке, которая нас никуда не приведет. То есть эту морковку перед Украиной будут долго держать, но в реальности никто не планирует Украину принимать в НАТО. Ну, пока война продолжается, Украина, скорее всего, не может стать членом НАТО. По меньшей мере, пока не совсем ясно, какую часть своей территории Украина контролирует. Все-таки примерно 20% территории оккупированной России. Но я считаю, что такие разговоры, что Украина может навсегда остаться вне НАТО, что она может остаться с серой зоной, эти разговоры опасны. И даже не только из-за того, что Украина не будет членом НАТО, а потому, что это означает отказ от суверенитета в сфере внешней политики. Если Украина согласится, если западные политики этого поддерживают, то практически они говорят, что у России будет право на вето на внешнеполитических решений Киева. Я думаю, что это неприемлемо. Совсем другое дело, когда Украина станет членом НАТО, но в никаком случае нельзя заключать какой-то мирный договор, где будет напрямую записано, что Украина в западных организациях, типа Европейского Союза и так далее. А в это время, пока Украина не стала членом НАТО, мы видим, что... Но сразу надо сказать, что есть большая разница в статусе членом НАТО и не членом НАТО. Потому что, в первом случае, это юридическая обязанность всех этих западных организаций. Это зависит только от доброй воли этих странах, их руководителей и общества и так далее. Но, в принципе, я думаю, что даже может быть это еще более важно, чем территориальный вопрос, чтобы Украина сохранила полностью свой суверенитет в области внешней политики и геополитики. Вы имеете в виду, что важно вступление в НАТО? Да, да, да. Да, но вы понимаете, вот мы говорим о вступлении в НАТО, но, по сути, вот есть, скажем, есть некое понимание, что Украина станет членом НАТО. То есть это на уровне такой вот риторики, то есть то, что мы слышим. Но при этом мы ни разу не слышали о том, что Украина может стать членом НАТО, вот как ФРГ, даже в ситуации, если на какое-то время части украинской территории останутся под оккупацией агрессора России, в виде перед Украиной выдвигают четкое требование фактически добиться территориальной целостности, и тогда вот, мол, вступление в НАТО. Но учитывая, скажем, диспропорцию между вооружениями между Украиной и Россией, то, что Запад явно не спешит помогать Украине, то выйти на границ с 91-го года будет достаточно сложно, а как бы без границ с 91-го года получается и НАТО нет. То есть не кажется ли вам, что это все, скажем, игра со стороны Запада по отношению к Украине, которая вовсе не хочет никуда Украину принимать, просто об этом нельзя сказать вслух, и здесь есть, скажем, определенная такая вот понтонима со стороны Запада, как вы считаете? Ну, здесь важна не только конечная цель, здесь важен тоже процесс передвижения Украины к этой конкретной цели. Может быть, она никогда не будет достигнута, но я не сказал бы, что есть статус какой-то получленом НАТО и так далее, но все-таки Украина может получить гарантии из стран НАТО или из Соединенных Штатов, Германии и так далее, большие страны НАТО для своей безопасности, которые в каком-то смысле могут выполнять роль пятого члена учрительного договора НАТО. Так что здесь, смотрите, не только реальность и крайняя цель важна, но сама риторика, которая поддерживает украинское руководство и западные лидеры тоже имеют большое значение. То есть вы хотите сказать, что цель – ничто, движение – все? Не все, но движение очень важное. Очень важное. Потому что, смотрите, если западская Украина никогда не будет членом НАТО, то это практически означает признание, что агрессия России была успешной. Мы говорим, что сейчас, конечно, Украина не контролирует всю свою территорию, но если она выйдет на границу 1991 года, то тогда такой разговор вообще будет членом НАТО или нет, не будет существовать. Потому что в таком случае понятно, что Россия проиграла война, и она уже не будет в позиции диктовать свои условия. Но, к сожалению, мы пока далеко от этого находимся. Так что ФИД работает на усиление гарантии для своей безопасности, которую она получает от стран Запада. Хорошо. Господин Димитров, как вы оцениваете скандал, который недавно произошел между господином Сикорским, вы наверняка это слышали, министром иностранного дела Польши и президентом Украины. Напомню, была трехсторонняя встреча президента Украины и руководства Украины с господином Ландсбергесом, министром иностранного дела Литвы и министром иностранного дела Польши господином Сикорским. Суть этого скандала, суть этого мелкой ссоры, либо скандала, недопонимания была в том, что президент Украины резонно задает вопрос. Почему Польша мало делает для вступления Украины в Европейский Союз? То есть мало двигает эту тему. Почему, скажем, Польша не передает Украине необходимое вооружение, которое Украине необходимо для борьбы с российскими оккупантами и так далее. То есть разговор был такой в повышенных тонах. А вот как вы, собственно, читаете, остается ли вообще сейчас в Европейском Союзе страна, которая, ну, скажем, готова была бы до конца вписываться за Украину, вот в этой войне, потому что понятно, что война пожирает много ресурсов, а европейские страны не готовы отказаться от своего привычного образа жизни? Ну, если мы ищем такие страны, то, несомненно, это прибалтийские страны, которые полностью поддерживают Украину, и которые, если мы смотрим на процент внутреннего продукта, который они выделяют как помощь Украине, самый большой в Европейском Союзе. Так что эти страны, безусловно, оказывают поддержку. Ну, все-таки прибалтийские страны, они небольшие. И не слишком сильный голос в Европейском Союзе, понятным соображением. Также Великобритания очень четко поддерживает Украину, но Великобритания уже не член Европейского Союза. Поэтому, может быть, справедливо, зеленские и вообще украинские политики смотрят. Потому что она большая страна, восточноевропейская, вряд ли имеет ресурсы в своем распоряжении. И я думаю, что до этого момента Польша достаточно серьезно помогла в военном плане Украиной. Но не все так однозначно. Кроме, безусловно, такой базисной поддержки со стороны Польши существуют и конкретные вопросы, по которым Киев и Варшава расходятся. И по этому времени я помню этот спор по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, который был, который польские фермеры думали, что их угрожает и так далее. Но, в принципе, я не думаю, что Украина осталась без поддержки Польши. Польша всегда будет поддерживать Украину. Даже если и только из-за этого, потому что в Польше очень сильное опасение по поводу будущей российской агрессии. Так что Польша очень заинтересована в том, чтобы Украина выиграла эту войну. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Год с момента завершения Второй Карабахской войны и полной докупации Карабаха как раз сегодня. Как вы оцениваете прошедший год в Азербайджанно-армянских отношениях? Ну, к сожалению, напряженность все еще остается в Азербайджанно-армянских отношениях. Мирный договор они так и не заключили. По всей видимости, до конца этого года такой договор не будет заключен. То, что меняется, немножко меняется большой геополитический расклад в Кавказском регионе. Мы видим, что европейские страны, Франция и другие страны присутствуют все более заметно в основном в Армении. Конечно, что Россия потеряла некоторые рычаги давления в регионе. По меньшей мере, год назад так называемый российский миротворческий контингент все еще был в Карабахе, на Горном Карабахе. Сейчас его уже нету там. Но спорные вопросы между Арменией и Азербайджаном все еще остаются. Мы знаем, что сейчас Азербайджан настаивает на то, чтобы Армения и Азербайджан не претензии к Азербайджану. И я не уверен, что это получится в скорое время изменения армянской конституции. Мы видим, что все еще процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном не закончен. Так что разногласия остаются. Но все-таки я не верю, что будет какая-то в скором времени какая-то новая большая война. Армения, конечно, наращивает свой военный потенциал, потому что она поняла, что в решающий момент, когда воюют между собой эти две страны, надо полагаться прежде всего на свои силы. Как видим, Россия не помогла Армении. Так что это, в принципе, нормальный процесс. Другое дело, что Азербайджан. Так что будем смотреть, что произойдет. Скорее всего, будет такое состояние холодного мира сохраняться еще долгое время. Скажите, пожалуйста, а как вы оцените перспективу покупки газа азербайджанского стороны Армении, чем говорил сильный премиумистр Пашинян? Я не вижу такую перспективу. Это, скорее всего, политическая риторика. Пашинян, скорее всего, имел в виду тот факт, что сейчас Армения получает свой газ из России. И на фоне ухудшения отношений между Россией и Арменией, Пашинян якобы хочет сказать, лучше даже из Азербайджана покупать газ, чем из России, чем были мы в зависимости экономически от России. А в практическом плане это не произойдет, потому что никакого транзитного газопровода через территории Армении, скорее всего, не будет. Пашинян имел в виду, если Азербайджан будет снабжать свой анклав на Нахчеван через армянской территории. Но в этом нет необходимости. Этого года Нахчеван получал азербайджанский газ из Баку путем транзитом через Ирана, иранской территории. Была какая-то свапова сделка, это договор между Азербайджан и Иран, и Азербайджан поставлял определенные объемы газа в Иране, а те же самые объемы потом поступали в Нахчеване. А кроме того, до конца этого года должен быть построен газопровод из Турции в Нахчеван, и через этот газопровод Нахчеван снова будет получать азербайджанский газ. И это тот же самый газ, который идет по южно-кавказскому газопроводе, поступает на территории Турции, и сейчас будет техническая возможность, чтобы он поступал в Нагорном Карабаке. Так что Азербайджан просто не будет получать азербайджанский газопровод. Но уже поздно, потому что основной маршрут уже проложен для азербайджанского газа в Европу, и он проходит через Грузию, а не через Армению. Так что я так подразумеваю это выступление Пашиняна, и это прежде всего показать, что ему неприятен тот факт, что Армения, извините, зависит от поставки российского газа. В завершении. Невзлингейт. Вот этот скандал, который разразился на фоне подозрения уединенных ФБК о, скажем, неком участии Невзлина в событиях, которые случились с Волковым, там, избиение Волкова и так далее, и так далее, то есть нападение на еще ряд людей. То есть это была инвектива, брошенная стороны ФБК, туда попытались пристегнуть Михаила Ходорковского, там, мол, добрый полицейский, злой полицейский. Вот как в Болгарии отнеслись к этой новости? Она как-то вообще резонировала? Потому что дело все-таки нешуточное? Скорее всего, нет. В Болгарии она не резонировала, потому что все-таки основные российские оппозиционеры живут то ли в Прибалтике, то ли в Франции, Германии и так далее. В Болгарии и практически нету. Был прошлым Лев Гудков жил в Болгарии, но думаю, что он уже не здесь. Так что в Болгарии это мало говорят про этого, но факт сам по себе, я думаю, печальный, что нет единства в рядах российской оппозиции. Ну, как мы знаем, ее часто обвиняют, что у них нет никакой политической программы, они только против Путина и это все. У них нету программы для управления Россией. Позитивная, вы имеете в виду? Да, позитивная программа, развернутая и так далее. Ну, нету, конечно, потому что практически они в официальной легальной политической жизни России не участвуют, им не позволено просто этого. Так что... Хорошо, а вот господин Димитров, как вы считаете, вот действительно ли, скажем так, ну, то есть многие сравнивают нынешний скандал с делом связи инвеста, да, из знаменитой компании, то есть скандал между олигархами, который случился в конце 1997 года, когда Агусинский не получил связи инвест, над которым как бы он работал, над приватизацией, которого он работал, собственно, создал это государственное предприятие, прежде чем его вынесли на аукцион. Результатом стала война олигархов, падение правительства Черномырдина, младой реформатором, как в финале приход Путина и его выбор Путина как преемника. То есть можем ли мы говорить о том, что это Невзенгейт, его оборотная сторона остается не то, что вся российская оппозиция будет то, что в английском называется blackmail, то есть теперь любой лидер, встречаясь представителями российской оппозиции, дважды подумает, ну, то есть с кем встречаться, либо с тем, кто, грубо говоря, наклёпы делает, то есть распространять правдивую информацию, суд ДЭЗу, либо с человеком, который заказывает избиение своих конкурентов. Я не могу с уверенностью утверждать, что кто-то заказал избиение конкурентов. Нет, дело же не в этом. Мы, естественно, не можем утверждать только суд. Просто есть обвинения со стороны ФБК. И когда приходит, например, ещё раз, то есть я, например, ну, то есть я могу, опять же, я не то, что могу сомневаться, пусть решает суд и следственные органы. Я некомпетентен здесь. Но я понимаю, что подобное обвинение, оно ложится в папочку. И когда, например, ну, скажем, тот же Михаил Борисович Ходорковский захочет видеть клаток крупного политика, тому крупному политику подадут папочку, где будет написано, что Ходорковский покрывал человека, которого подозревают в заказе избиения людей. Я об этом говорю. То есть в этом смысле, насколько позиции оппозиции теперь будут торпедированы? Да, конечно. Вот такие внутренние конфликты. Я не знаю, некоторые говорят, что, может быть, Кремль как-то вменьшивается в этих процессах, которые происходят. Но мне кажется, что эти люди, которые были олигархи в своём время в России, сейчас они уже не олигархи. Они просто, может быть, у них остались. Этого сращивания между политического влияния и деньгах, то они не олигархи. Они просто изгнанники из своей страны. И как-то между ними идут какие-то внутренние разборки. Понятно, что дела российской оппозиции не идут очень хорошо, что перспектива и туманная. Может быть, и никогда эти люди не смогут. Бывает такое. Спасибо большое, господин Димитров, за это интервью. Друзья, с нами был Пламян Димитров, член болгарского геополитического сообщества. Спасибо большое, господин Димитров. До встречи. Вам тоже спасибо за приглашение. Спасибо.